Напитай себя самого, свою семью, и весь мир дом хлеба. Из-за того, что мы соприкасаемся с этой истиной, и она же нас спасает, она же нас выручает, она нас спасет. Истина, она как горькое, горькое лекарство, которое надо выпить. Хочется кушать конфеты в жизни, хочется, чтобы тебя всегда поздравляли. Истина больше похожа просто на пощечины, на обличение, но в ней есть огромная сила. И только смиренный человек, по-настоящему смиренный, который выдержит эту правду, она преобразит его. Она преобразит его. Потому блажен ты человек, если ты не боишься правды. А если только ищешь льстивых комплиментов, это, как Библия говорит, как есть много меду нехорошо, так домогаться славой не есть слава. Это уже стыд само по себе, это уже стыд. Но я сегодня коснусь очень такого сложного болезненного момента. Вы видите, что тема наша называется «Быть царем или рабом». Я ехал сюда со своим сыном в машине, и он говорит «Папа, what are you going to preach about?» Почему будешь проповедовать? Я говорю «Буду проповедовать о том, кем хотят быть люди, царями или рабами, кем они являются». Он говорит «Конечно, я бы хотел быть царем». Я говорю «Ты уверен, почему?» Он говорит «Ну, потому что ничего не делают цари. Все делают рабы». Я говорю «Тебе так кажется?» Он говорит «Да». Я говорю «Я думаю, что царь, который когда-то был рабом, когда-то тяжело работал, президент компании, который основал компании, который сам начинал со своей квартиры, пахал, думал. Он знает все нюансы, все детали. Он имеет право быть президентом. Он может понять своих рабочих. Он может уважать труд своих рабочих. Вы думаете, почему Бог постоянно израильтянам напоминал, когда они уже разбогатели, имели много домов, виноградники имели, вина вдоволь пили. Бог им говорил «Помни, что и ты был рабом, когда будет пришелец на твоей земле, когда нищий будет ходить с протянутой рукой. Помни, ты же был рабом у фараона. Тебе было приятно освободиться от этого рабства. Вспомни и помогай этим людям. Сочувствуй им. И я сегодня хочу показать одну очень важную истину в Священном Писании, что, продолжая говорить на тему уроки Синайской пустыни, друзья дорогие, мы понимаем, что евреи, конечно, рассчитывали, что когда они покинут городскую черту города Египта, они станут свободными людьми. Впервые за 430 лет люди вышли за город, свободно, во всю грудь вдохнули воздуха и думали, что они будут свободными. Эти люди никак не могли понять, что свобода скорее явление духовное, нежели территориальное. Мы многие можем подумать, что если бы мы вот приехали в свободную Америку, вот мы будем людьми свободными. Мы очень сильно ошиблись. И очень горький опыт нашей эмиграции показывает, что, увы, нет. Увы, не так. Увы, свобода – это что-то очень-очень духовное, и свободой не могут пользоваться люди до тех пор, пока они не свободны внутри себя. Свобода принесет вред очень большой. Равно и быть царем человек не может, если он раб внутри. Царство – это тоже явление духовное. И прежде всего человек должен царствовать над собой. Если человек не может царствовать над собой, если человек не может владеть собой, если человек выходит из берегов, злится, капризничает, дайте ему власть. Он разорит страну, он разорит город, он разорит церковь. Он разорит семью, он не способен быть отцом, потому что он просто-напросто даже собой владеть не может. Я говорю, опять вернусь к моему сыну, ему нравилось, когда мы боролись с ним, и я ему поддавался, и он смог меня побороть, ему нравилось быть сильным, и однажды я ему говорю, сынок, ты знаешь, кто такой сильный человек, кто самый-самый-самый сильный? Он говорит, кто? Я говорю, а тот, кто сможет победить себя? Он говорит, а как это? А я говорю, очень просто, вот когда я тебе говорю, иди собирай игрушки, а тебе не хочется, очень не хочется, а ты должен себя победить, просто победить, вот это настоящий мужчина, вот победи себя, победи то, что ты не хочешь, победи, когда ты капризничаешь, победи, когда тебе что-то не разрешают, и будь послушным, победи себя. Ты станешь самым сильным человеком. И Библия говорит, что владеющий собою человек, он крепче или лучше, или больше. Владеющий собою больше завоевателя города. Потому что человек, который завоевал город, он еще больше портится. Вы знаете, что эта сцена, она очень портит людей. Вы знаете, что вы совершенно по-другому будете чувствовать себя, если вы здесь станете. Или там станете. Потому что это было очень модно в древние времена, особенно не убить царя, того народа, которого вы покоряли. Для одной единственной цели, чтобы встать на его спину и сесть на свою лошадь. А потом можно его убить. Это кормилось чистолюбие. Люди не были свободны. Они собой не владели. Они только питали свое чистолюбие. А Богу какой толк? Мы сегодня говорим о Божьих уроках. Богу какой толк давать победы тебе в какой-то области жизни, служения? Какой толк Богу давать победы, если это во вред? Если мы не царствуем внутри себя, как мы можем царствовать вообще извне? Богу какая разница, кто этим народом владеет? Мадеонитяне или израильтяне? Если и те, и другие гордые. Богу надо освобождать людей, освободить людей, служить людям. Если Бог дает позиции, если Бог дает кафедру, Бог дает для того, чтобы служить людям. Когда Бог дает возможности, полномочия, помазание для того, чтобы служить людям, а не себе. Недавно мы имели общение с одним человеком, который здесь работает, возглавляет репцентры и в Соединенных Штатах, и там, на Украине. И он сказал интересную вещь, она так мне запомнилась. Он говорит, что наркомания это также явление духовное. Потому что человеку значительно проще освободиться просто от наркотиков, нежели освободиться от комплекса, а не полноценности. Человек никогда не освободится от наркотической зависимости, его слова, если он не посмотрит на себя совершенно другими глазами. Я даже знаю людей, которые, чтобы не колоться, привязывали себя наручниками, защелкивали наручники за батарею на девятом этаже дома, совершенно нежилого дома, чтобы только не сорваться, а не колоться. И когда приходит этот нечистый дух, человек вырывал батарею, с батареи спускался и покупал наркотики, потому что он рад. Но в то же самое время, если человек смотрит на себя совершенно другими глазами, что он принят Богом, что он человек, наконец. Конец. Человек. Человек начинает освобождаться внутри от всей подавленности, от всех эмоций негативных. Он расправляет крылья, он поднимается и начинает смеяться над наркотиком, смеяться над беззаконием, смеяться над многими вещами в жизни. Он становится царем внутри. Он имеет право пользоваться свободой, он имеет право царствовать. Я хочу сегодня просто сказать, друзья, многие из нас думают, что если поменять обстоятельства, в которых мы живем, мы станем свободными. Многие молодые люди думают, ох, меня эти родители достали, я сниму себе апартмент, я буду жить отдельно, я буду свободным человеком. Это совершенно неверное мышление. Некоторые думают, эта жена вообще, я лучше разведусь, я женюсь на нормальной женщине, буду жить. Вы совершенно не правы. Вы совершенно в корне не правы. Эти соседи, это жена, эти дети, это Америка, эти правила, это церковь, это пастор. И мы в итоге, в итоге мы придем к Богу, в итоге мы скажем, этот Бог, Он меня всем этим наградил. В итоге мы не можем понять, что вопрос во мне, вопрос в том, что ты можешь поменять жену, ты можешь поменять место жительства, ты можешь поменять страну, но ты не можешь поменять себя. Ты не можешь убежать от себя, ты не можешь. Никогда, никуда ты не можешь убежать от себя. Ты всегда будешь с собой. Почему люди боятся одиночества? Потому что они себя переносить не могут. Когда они остаются один на один с собой. И с другими жить не могут, потому что другим надо служить. Потому что в этом состоит весь принцип жизни. Расточать себя, тратить себя, любить, отдавать. Все отдавать, везде отдавать. Тогда ты начинаешь жить. Тогда у тебя много друзей, много людей. Но когда ты кормишься только гарбичем, мусором, негативизмом, ты внутри портишься, а тебя люди шарахаются. Я сегодня хочу сказать, что многие ждут перемен. Ждут, что что-то поменяется. И думают, что когда извне поменяется обстановка, поменяется наша жизнь. Нам станет легче жить или лучше жить. Это совершенно неверно. Совершенно неверная позиция. Я хочу сказать, что все хорошее начинается внутри человека. Вся жизнь, вся победа, вся радость, Весь интерес Бога состоит не в том, чтобы привезти нас в землю молока и меда, чтобы мы объелись и блевались. А жизнь или идея Бога состоит в том, что пока вы будете идти с Египта за молоком и медом, я вас изменю. Внутри преобразить человека, внутри сделать человека красивым. Это самое основное, чтобы человек начал царствовать, как Николай сегодня говорил, в своем доме. Радость и счастье наше может быть просто в четырех стенах. Просто в одной комнате человек может быть счастливым человеком. И в дворце может быть несчастным человеком. Разве что-то новое говорю? Я хочу сказать, что Бог видит, что мы можем влиять на мир, когда мы внутри свободны, когда мы внутри преображены, оно изнутри выливается. Помните, в прошлое воскресенье мы говорили, что злой человек из злого сокровища выносит злое. У него больше нечего вынести. Нечего вынести. Он начинает разговаривать зло, клевета, негативизм. Постоянно он нас собирал внутри себя, у него больше нечего дать. Ни детям своим, ни жене своей, ни соседям, ни когда он по телефону говорит. У него негативизм полнейший. Откуда он это тогда собирал? Помните, мы говорили, что израильтяне все шли через пустыню, а нас собирали разные. В тех же самых обстоятельствах, Халев, Иисус Навин, шли вместе со всеми израильтянами, а нас собирали разные. Халев видел славу Божию, добро, заботу, победу, силу, чудеса. Он удивлялся. Вау! Собирал это в свое сердце. Пришел момент, этот человек из своего сокровища вынес победу. Другие люди шли рядом с ним, были его родственниками. Никакой победы. То же самое видели, так же кормились, так же пили воду со скалы, ничего не взяли, ничего не насобирали. Друзья, я верю, что Бог заинтересован не просто нас переселить куда-то, поменять окружение вокруг нас. Бог заинтересован изменить нас. Человек должен воскреснуть изнутри себя. В Луки 17 главе написаны интересные слова. Они нам обо многом скажут. 20 стих 17 главы Евангелия Луки. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие. Отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом. Какое жуткое разочарование. Какой тяжелый ответ. Не придет Царство Божие приметным образом. То есть его можно будет обнаружить. Заметите, мы все ищем ту страну, ту землю, тот район, где лучше жить, где Царство, где хорошие заседи, где хорошая власть, где хорошие законы. Все, что мы делаем в жизни, бегаем, ища Царство. Приметный образ Царства. Все, что мы в жизни делаем. Меняем окружение, чтобы царствовать. Иисус говорит, но вот здесь, где царствуют римляне, вот здесь, на вашей земле, вот здесь, на этом клочке земли, на котором я стою, я нахожусь в Царстве Божьем, в самом эпицентре Божьего Царства. Я объясню, как. Не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот, ибо вот, его ответ, ибо вот Царство Божие внутри вас. Царствие Божие внутри вас. Когда я сегодня разговариваю с христианами, мы многие представляем себе, что придет или тысячелетнее Царство. Вот то мы заживем, вот то житуха будет. Или, наконец, мы уже пойдем на небо, там уже нам никто пакостить не будет. Так мы те самые останемся. Мы можем небеса испортить с такими характерами. Я уверен, что мы должны начать жить в Царстве Божьем сегодня. Здесь, здесь, сейчас. Если я не переношу тебе сейчас, где есть гарантия, что я смогу перенести тебя в вечности? Где есть гарантия? Что за мистика? Что мы во мгновение изменимся? Изменятся тела наши. Мы сейчас должны меняться. Сейчас Церковь должна царствовать. Сейчас. Сейчас прощать. Сейчас любить. Сейчас жертвовать. Сейчас царствовать. Сейчас. Царствие Божие внутри вас есть, состоит оно из элементарных вещей праведности, мира и радости. Радости. А мы опять ищем причин. Мы опять ищем внешних причин для радости. Вот бы денег побольше, давайте бы переехать куда-то, да вот бы дети были послушны, да вот бы, да вот бы, да вот бы, да если бы, да если бы босс меня понял, да если бы я не была такой толстой, да если бы я не был таким старым. У нас масса причин, вот если бы не это, я бы вообще был другим человеком. О чем вы говорите, люди? О чем мы говорим? Царствие Божие зависит совершенно от других явлений. Совершенно. Знаете, нет проблем Богу давать нам царство. Нет проблем. Проблема в царях. Проблема в царях. Царство у него полно. Он готов давать нам колоссальные возможности. Некому давать. Царей нет. А вот царя надо воспитать, чтобы человек, когда он станет на ступень выше обычного народа, чтобы эта ступень его не испортила, потому что она сразу его разоблачает, она его сразу раздевает. Люди сразу изменяются. Они не готовы быть царями. Вот, скажем, мы ищем свободы. Свободы чего? Свободы слова? Свободы дела? А я думаю, что это очень страшно. Я думаю, что свобода это что-то самое страшное, что только можно представить, потому что Библия так и говорит, берегитесь, чтобы свобода, о которой говорит Бог, не послужила вам поводом к угождению рабской плоти. Когда Библия говорит, что Бог принес нам свободу, освободил нас от закона, это говорит о том, что только свободный человек внутри имеет право пользоваться этой свободой. Она ему не во вред. Другому человеку, о, это страх и ужас. Даже представить нельзя, что человек, во что он превратится, если мы снимем ограничения и лимит, и он войдет на территорию вседозволенности. Это просто страх и ужас. То есть, я хочу сейчас показать вам через Писание, что Господь, Господь заинтересован воспитывать нас. Воспитывать в нас свободных людей, воспитывать зрелых людей, воспитывать царей в нас, воспитывать отцов в нас. На некоторых людей я смотрю и говорю, как хорошо, что ты еще не женился, как хорошо, что ты замуж не вышла. Сейчас ты портишь жизнь себе, а завтра ты испорьешь жизнь другому человеку. Это очень реально. Бог некоторых милует, что не позволяет им вступать в брак. Шестого стиха, восемьдесят третий псалом. Блажен человек, которого сила в тебе. Вы помните, какая была дана заповедь царям? Израильским царям была дана конкретная заповедь. Почему царям? Потому что у царя больше возможностей, чем у обычного человека. Возможности – это опасность. Это очень большая ответственность, возможность. Мы все ищем возможности. Все думают, что чем бы побольше иметь возможностей в жизни. Но это не так. Это не так. Вот у царя, например, самые большие возможности. Чем царь отличается от раба? Тем, что у раба никаких возможностей нет осуществить свои желания. А у царя все возможности осуществить все, что он хочет. Царям израильским была дана заповедь не умножать себе коней, не умножать себе жен и не умножать себе денег чрезмерно. И Бог предупреждал людей, у которых была возможность это умножать бесконечно. Бог их предупреждал, что даже при наличии возможности не расценивайте это как благословение. Не всякая возможность является благословением братьям и сестры. Не всякая возможность. Она может быть крючком. Вы понимаете, что такое возможность? Возможность, она не обогатит. Возможность это просто толща канал выразить себя. Если раб злой, ой, и злое выносит из сокровищницы своего сердца, у него просто возможности нет много этого зла сделать в городе. Но если царь злой, у него большие возможности. Возможности ничего не меняют. Возможности только дают возможность выражать себя. Если злой человек, если похабный человек и получает большие возможности, это просто страшно. Если человек беспорядочный, неаккуратный, и он просто живет в своем доме, и у него в доме хлам вот такой, в душе, то это еще ничего. Но если человек получает депутатское кресло, в городе будет это все. Потому что он получает возможность. Если человек нечестный, он может обмануть свою жену. Но если президент нечестный, он страну обманывает. Ничего не изменяется. Кажет, дайте мне больше возможностей. Зачем? Зачем? Ты не способен быть царем. Ты не способен добра принести людям. Зачем тебе эти возможности? Не в возможностях вопрос. Я уверен, что Бог дает возможности людям по мере того, насколько они приносят пользу обществу. Это еще очень хорошо, что Бог не дает нам в жизни возможности, мы бы столько дров наломали. И вот здесь написано, блажен человек, 83-й псалом, да, мы читаем, 6-го стиха, блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Дальше он пишет об этих людях, блаженных, благословенных, которые в Боге спрятаны, проходя долиною плача, долина плача, долина скорби, долина боли, долина уничижения. Они, эти люди, открывают, то есть обнаруживают в ней источники. В долине самых сложных жизненных обстоятельств человек обнаруживает источник жизни. Человек оживает. Я вам правду перед Богом свидетельствую. Несколько раз такое у меня было. Когда приходили люди в офис и рассказывали об очень тяжелых условиях, в которых они живут в данный момент, и как они близки с Богом, близки с Богом посредством этих обстоятельств, которые так созданы в их жизни. Я вам откровенно скажу, я внутри себя не один раз говорил, с какой бы радостью я хотел с тобой поменяться. Поменяться, потому что, когда я был в трудных жизненных обстоятельствах, это было удивительное время, когда открывались источники. Когда с Богом был особый разговор, реакция Бога была совершенно другой, чем мы живем в благоденствии. Мы думаем, что источники, они просто вокруг нас. Нет, источники как раз. Если человек научится открывать источники в сложные моменты своей жизни, и эти источники будут в Боге. В Боге. В Боге. В Боге. Радость пьет из Бога. Мир пьет из Бога. Счастье человек пьет из Бога. Жизнь человека не зависит от благосостояния Его имения. И чувствует, как обольщение парализовало наш мозг. Когда Христос конкретно говорит, жизнь человека не зависит от благосостояния Его имения. Мы все ищем возможности. Зачем? Проходя долину и плач, эти люди открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Вот здесь Бог воспитывает царей. Вот здесь Бог работает над личностью человека. Псалом 65, 65-й псалом, еще аналогичное место, прекрасно объясняющее то, о чем мы сейчас говорим. Псалом 65, Псалом 65, 10-й стих, Ты испытал нас Божие. 65-й Псалом, 10-й стих, если вы следите или записывайте. Ты испытал нас Божие, переплавил, как переплавляют серебро. Что преследует Бог? Ну что же преследует Бог? Ну неужели Ему жалко? Ну неужели Ему трудно, тяжело дать мне много денег, сделать меня счастливым, чтобы мои дети были послушны, чтобы все было нормально с женой, чтобы было хорошее здоровье? Неужели Он зажал это все и не дает просто мне? Но не в том вопрос. Вообще не в том вопрос. Вопрос в том, что Он все равно работает над душой. Его интересую я, мой дух, моя душа, моя личность, моя персона, если хотите, моя персональность его интересует. Он знает, что в этой персональности есть очень много примесей, примесей, примесей. И эти примеси, это фальшь, это зло, этот грех, этот мусор, который я насобирал, они не дадут мне счастья в жизни, в каких бы обстоятельствах я не жил. Как бы я не жил, чем бы я себя не окружил, счастливым человеком я быть не могу, просто не могу, вследствие того, что находится внутри моего сердца. Потому Он и говорит, ты переплавил нас. А переплавка состоит в том, что человека помещают в трудные обстоятельства жизни, в тяжелые обстоятельства жизни. В этом есть благо, сейчас вы увидите. Это просто так изумительно, что дорога, дорога к настоящей полноте всех божьих обетований, дорога лежит через долину. Нам пообещали молоко и мед, и мы идем за молоком и медом. Бог в Библии много говорит. Я благословлю вас, я расширю ваши пределы, я устрою вас, вы будете счастливыми. И мы идем на это, мы согласны. Наконец вы в рай попадете, а не в ад. И мы согласны с Богом считаться, потому что в рай мы входим на его условиях. И мы идем за Богом. Но я уже говорил, в рай мы входим не территориально, что завтра произойдет миракл, я опа, в раю. Вообще новый человек. В рай мы приходим самым естественным образом, когда мы изменяемся по дороге в рай. Почему сегодня Виктор молился о некоторых старших людях, которые вследствие прошлых каких-то причин не могут умереть? И я знаю ряд таких людей. Почему? Кажется, Боже, забери его, просто в рай забери его. А он не перевоспитался. Много таких людей. Он не изменился. Он не прощает. Ему уже 90, а он не прощает человеку, который когда-то его обидел в молодости. И милость Божия не пускает его в рай таким. им. И теперь он говорит здесь, ты ввел нас в сеть. Кто? Кто ввел? Бог. Бог. Потому что по дороге к обетованиям, которые Бог пообещал евреям, он их формировал. Прежде чем дать им царство, дома, земли, они должны были стать людьми, умеющими пользоваться этим. Прежде чем дать им свободу, пить вина, сколько они хотят, они должны научиться пользоваться этим. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресло наше и человека на голову посадил. Интересно, что у Бога за такая операция? Что он пытается сделать? Чего он добивается? Ну, чего он добивается? Что этот бессовестный босс так дискриминирует меня только потому, что я русский? Или только потому, что я верующий? И мы можем подумать, что это просто надо подать суд. Надо снять этого с шеи. Я его скину. Я в конце концов живу в свободной стране. Слушай, в конце концов ты под Богом ходишь, который может всех скинуть. Не надо думать, что судья земной сильнее судей небесного. Не надо думать. Я знаю, тот человек, который доверяет Богу, тот человек, который отдается Богу, тот человек, который говорит, Господи, я в долине плача, но я в ней нашел источник. Вокруг неправда, несправедливость, обо мне пустили сплетни, а я из тебя пью жизнь, а я могу смеяться в лицо обстоятельствам, я могу жить так, я могу. И Бог говорит Слово Его, что ты посадил человека нам на голову, ввел, мы вошли в огонь и в воду, а дальше дорога на свободу. Только потом ты вывел нас на свободу. Знаете, в чем заблуждение состоит, друзья мои, драгоценные? Заблуждение состоит в том, что мы думаем, чем мудрее я, мудрый в гору не пойдет, мудрый в гору обойдет, ничего подобного. Это философия мирская. Мудрость состоит в том, что если ты обходишь эти обстоятельства, увиливаешь просто, если ты боишься оставаться справедливым и честным и войти в огонь и в воду, на свободу ты не выйдешь. На свободу выходит человек, только пройдя эти обстоятельства, сумев пройти эти обстоятельства и не сломаться перед обстоятельствами, а смириться перед Богом, создавшим эти обстоятельства. И вот тогда выходит человек свободный. Он очень интересный свободный человек. Если вы на него посмотрите, он очень интересный свободный человек. Очень удивительно интересный свободный человек. Я знаю такого человека, которому принесли и подарили миллион. И он не взял ни копейки. Здесь же на глазах отдал это нищим людям в Китае. Смотрите, когда Бог дает нам обетование, обетований много, мы в них должны войти, и мы будем в них входить. Братья и сестры, мы в них входим, мы в них живем по мере того, насколько мы преображаемся, насколько мы разрешаем Святому Духу и Богу работать над нами. Обетование не бесплатно. Обетование это Божий взгляд на будущее. Обетование это принадлежит тебе, от меня, для тебя, мое дитя, моя дочь, мой сын, это для тебя. Welcome в мои обетования. Но дорога в обетовании самая обычная, самая настоящая. Все, что ценно в обетовании, это не та гора благословений, которую Бог наобещал. Но, но, но. Самое ценное в обетовании это вера. Это вера, потому что она делает тебя сильным дойти до этой горы. Гора-то большая, Бог обещает много, но посмотрите, единицы вошли в полноту Божьих обетований. Единицы живут в полной победе, свободе, радости. Единицы таких людей. Хотя один миллиард христиан на земном шаре. В чем тогда вопрос? Вопрос в том, что по пути к этим обетованиям, по дороге к обетованиям у многих не хватает веры. Мы сдаемся, мы ломаемся, мы слабые, наш характер не пускает нас туда. Я хочу сегодня особо говорить, буквально просто к молодым людям, говорить, что человека интересует обетование, потому что оно как бы улучшает его быт. Я лучше стану жить, я счастливее буду, я богаче буду, я свободнее буду. Это то, что интересует человека. Потом Бог их говорит, молоко и мед, зачем вам есть здесь пахать на этого фараона? И люди выходят, выходят, потому что он их поманил. Но люди вышли больные, больные. Бога интересует менталитет поменять. Человека царем сделать, прежде чем он дошел до царства. Сделать его свободным от менталитета фараона, прежде чем он дойдет до свободной земли, иначе он не сможет ею воспользоваться. Эта земля манит, эта земля хороша, пришли с оглядатой. Смотрите, какой виноград, какие яблоки, какие плоды. Они смотрят на это, а сами же рабы внутри. И я хочу показать, что на пути к этому обетованию Бога продолжает интересовать человек. И Бог начинает работать над внутренним миром человека, чтобы его воскресить, преобразить, почистить, поменять, восстановить, окрылить. Знаете, на что это похоже? Это похоже, как ребенок маленький, у него сильная температура, он горит, его надо ввести уже в emergency. Срочно, потому что может потерять сознание с минуты на минуту. И у вас есть лекарство, у вас есть конкретное лекарство, которое ему поможет. Вы, мама, вы жалеете ребенка, у вас есть возможность ему помочь. Но ребенок не понимает. Оно горькое и вонючее, и отвратительное это лекарство. И он ее ни за что в рот не возьмет. Вы ему показываете конфету, вы ему показываете конфету, и он очень любит конфеты, ваш ребенок, и он согласен на эту конфету. И вы ему вместе с этой конфетой подносите ложку с лекарством, и он видит эту ложку, говорит, вы говорите ему, ну, 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 давай, давай, давай конфету. Он только род открыл, вы ему лекарство. Что вы делаете? Что вы делаете? Вам надо человеку помочь, ребенку надо помочь. Он этого не понимает, и вы в итоге эту конфету кладете просто в лекарство. И он обольщенный этой конфетой проглатывает все. Вот приблизительно, если так можно проиллюстрировать, Бог делает то же самое. Бог показывает нам рай, и мы многие думаем, что мы войдем в рай, вот там будет другая жизнь. Сегодня это жизнь. Сегодня Царствие Божье на земле. Сегодня люди могут жить счастливой полноценной жизнью в семье. Сегодня есть полнота. Мы уже с вами живем, уже лучшей страны на земле нет. Уже Америка. И когда мы смотрим, вникаем в жизни людей, 80% людей несчастливых, у них есть какие-то проблемы, которые забрали в них счастье. Им кажется, что вот там они бы были счастливы. Вот если бы не это, они были бы счастливы. Мне кажется, что Бог заинтересован дать нам это лекарство, лекарство, горькое лекарство. Но мы не понимаем, что оно намного ценнее, оно восстановит нас. Испытание вашей веры производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. дорога к совершенству, к христианскому совершенству. Если это совершенство водворяется в душе отца в доме, он преображает весь дом. Он преображает весь дом. Если это совершенство приходит в жизнь женщины, которая становится матерью или просто женой, она преображает весь дом. Цветет как сад. Пустыня цветет как сад. Вы можете этих людей забросить в самые жесткие условия жизни. И они будут самыми счастливыми людьми. Почему? Потому что они изнутри выносят из сокровища свои добрые о христиане. Я бы мог даже на колени перед вами встать. Мне это вообще нетрудно сделать. Если мы только это можем понять. Как многим из нас скажут, я уже столько молюсь, я уже столько прошу Бога, поменяй моего мужа, поменяй мою жену, сделай что-то. Библия говорит, что многие мужья приобретаются житием жен своих. Вообще, без слова. Не надо им проповедовать, не надо им кассеты, им даже церковь не надо. Они поменяются, потому что доброе выносит человек, жизнь выносит. Смотрите, впереди нас будет ровно то, что внутри нас. Можете себе это записать, можете подумать об этом. Впереди вашей жизни ожидает вас ровно то, что внутри вас сейчас. Ничего другого не будет. Мы многие верим в случай, мы верим в лак, английское слово лак. Вам когда-то казалось такое, что однажды утром позвонит телефон, и вам скажут, что вы выиграли миллион, или у вас объявился какой-то дяденька, старый, родственник какой-то, который переписал вам наследство. А ну честно, кто думал, что вот один день изменит все в моей жизни? А ну честно, кто может руку поднять? Кто-то верил, что один день изменит все в моей жизни? Вау, только я, Юра, там два брата, одни мужчины. Вау, одна женщина, одни мужчины. Наверное, кто-то нам досадил серьезно мужчины. То есть, многие люди верят в удачу, что а вдруг завтра что-то изменится? А вдруг завтра что-то изменится? Нет, вдруг ничего не изменится. Ничего не изменится. Разочаровывая сразу, изменится ровно во столько, во сколько мы внутри изменились. Мы изменяем наше будущее. Мы его делаем. Хотите вам прямо сказать? Мы творим наше будущее. Мы творим наше будущее сами. Мы его строим сами. Из того, что выносим изнутри себя. Мы сами его творим. Мы не можем воспользоваться из будущего большим, чем мы туда положили. Мы не можем взять из банка нашего счета больше, чем я туда положил. Невозможно. Мир очень честно устроен Богом. Очень все честно в мире устроено Богом. Не бывает фокусов. Это неправда. Это дьявольская ложь, что бывают фокусы. Девушка гуляла себе, веселилась, ничего не делала, как стрекоза леса красная пропела, а принц пришел порядочный. Такого не бывает. Фантастика на второй полке. Такого не бывает. Девушки, не надо в это верить. Не надо верить в иллюзии. Вы очень большие шишки набьете на лбу. Есть реальность, и об этой реальность мы разбиваемся потом в жизни. Не надо сказки читать, вы уже взрослые. Мы выносим из жизни и получаем ровно то, что внутри нас, что мы сеяли, ровно то приходит в нашу жизнь. Поэтому лучше сегодня заняться вопросом не поиском возможностей, не поиском женихов, а личным восстановлением характера. Личной работой над собой, над характером, чтобы Бог потом открыл возможности. Давид был помазан на царство. Пришел пророк Самуил и вылил на голову его елей. Побежало это масло по его плечам, по его волосам, по его лицу. Масло помазания. Вау! Как это радостно, как это приятный момент. Сам пророк Самуил, признанный Богом пророк, помазал меня на царя. на царя. Что меняется в доме? Что меняется в доме, если бы в вашем доме, папа и мама, многодетная семья, скажем, шестой сын в вашем доме, вдруг был бы избран президентом или депутатом или губернатором нашего штата? Что поменялось в вашем доме? Ой, это так опасно. Потому что человек, получая большие возможности, большие возможности, человек вынесет не что иное, какой он был. Если в нем было много радости, он много радости весь город в праздник превратит. Если он постоянно бурчал, постоянно всех подозревал, он повторит Сталина. Казалось бы, Сталин, ты получил возможность страну преобразить. Она могла рассвесть. Ты же всегда этого хотел, ты же ненавидел ту власть дореволюционную. А девиз был какой? Кто был никем, тот стал всем. Но он никем остался. Он получил огромные возможности, но внутри-то он никто, внутри-то он знает, что он бунтарь, что у него пять или шесть ходок в тюрьму, убийства, изнасилования. Сталин это все знал. Что получается, когда человек получает такие полномочия? Получается беспредел полнейший. Вот тот внутренний раб всю страну делает никем, никем, потому что он был никем, он просто возможности получил, он не изменился, он не стал другим человеком, он не взошел на престол честно, демократически избранный, потому что он добрый человек, его все возжелали, народ пожелал, но он был никем, он остался никем, и всех сделал никем. Вот потому, когда человек получает возможности, он страшную беду приносит в общество. Вот когда Давид был помазан на царство, Бог ему царство не дал, еще многие годы он царство не получил, Бог воспитывал в нем царя, воспитывал, когда он взойдет на трон, он царь, он бегает по пустыне, он царь, он притворяется безумным, он царь, а он боится того, кто уже не царь. Где же Бог? Бог на месте, Бог всегда на месте, братья и сестры, всегда Бог на месте, не надо такие вопросы задавать, это вопросы неверующего человека, Бог всегда на месте, всегда, у вас вопросы такие вставали, у меня тоже вставали, Бог всегда на месте, всегда, при любых обстоятельствах, Бог на месте, не надо проверять, где Бог. И здесь мы читаем в 11 главе 15 стиха. С 15 стиха. Первая книга Паралипоменон. 11 глава, 15 стих. Трое этих главных из 30 вождей взошли на скалу к Давиду. В пещеру Адалам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рифаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. Вы представляете себе картину? Рисуйте себе картину, да? Вифлеем оккупирован врагами, и целый стан филистимлян, целое войско держит этот город под своим контролем. И сильно захотелось пить Давиду. Это что, военная стратегия какая-то? Человек пить захотел. Это что, в интересах войны, это план какой-то, стоит рисковать жизнью, стоит просто вообще об этом думать даже. Подумаешь, пить захотел человек. Потерпишь, ты же не ребенок. Сильно захотелось пить Давиду. И он сказал, кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот? Я даже не думаю, что Давид собрал всех, построил. А ну, кто напоит меня? Я не думаю так. Я так не думаю. Я думаю, что Давид где-то сидел просто в пещере в этой, душно, жарко, и он просто сказал это как-то вслух. Кто бы напоил меня водой из колодезя Вифлеемского? Трое, трое эти пробились сквозь стан филистинский, рискуя жизнью, дрались или прятались, или я не знаю, пробились сквозь стан филистинский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. И он был в шоке. Он был просто потрясен. Если бы он на самом деле дал приказ, он бы эту воду выпил. Но я думаю, что если это был бы царь и дал приказ троим солдатам пойти и принести воды из Вифлеемского колодца, они бы сказали, я лучше под трибунал пойду. Я не исполняю твой приказ. Можешь меня посадить, а я не собираюсь. У меня же ума хватает втроем идти против филистинского станка. Здесь человек вообще не приказывал ничего. Это говорит о том, что внутри этих троих людей было огромнейшее, не то слово, я не знаю, слов нет, какое уважение, почтение, любовь, восхищение Давидом. Он вообще не требовал этого, не просил даже этого. Они пробились и принесли воды. И я представляю их, да? Может, побитые, пораненные, окровавленные, в поту, в грязи принесли Давиду воду. Царь, пей. Это с Вифлеема. Ты так хотел попить воды. Вау. Что я этим хочу сказать? Давид эту воду не выпил. Давид посчитал, что эта вода принесет огромную славу. Славу Богу. И он лил на глазах у всех жаждущих людей солдат с сухими ртами. Он лил ее на землю. Говорил, Бог, это тебе во славу. Спасибо тебе за таких мужиков. Спасибо тебе за таких людей, которые со мною. Спасибо тебе за таких людей. Спасибо. Ты подчиняешь мне народ мой. Спасибо тебе. Ты сделал чудо. другие кричат и требуют, пытают, и никто ничего не делает. А я только помечтал. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что царство настоящее начинается с уважения. С уважением, когда твоя жена сделает для тебя все, когда твои дети, когда ты для своей семьи сделаешь все. Тогда мы приобретаем, приобретаем этих людей. Тогда сильные узы соединяют людей. Вот это царь. Вот это царь. Потому когда Давид начал царствовать, он действительно заботился о людях. Он об овцах заботился. Это был удивительный пастух в Израиле. Если он заботился об овцах, Библия говорит, что Бог взял его от стад. Интересный человек. Из-за овцы так серьезно относится. Если он бережет этих барашек, он будет людей беречь. Взял его и поставил. И удивлялся сам, как Давид правил. Псалом 104. Мы читаем здесь об Иосифе. Иосиф был человек, боящийся Бога. Условия были ужасными в его жизни. Но он знал, что Бог дал ему обетование, обетование, обещание. То, что когда-то пытался сделать отец, отец хотел отличить Иосифа, знаете, одежды ему одевал, по-особому к нему относился. Бог сказал, я, я. Иосиф был очень простодушным человеком. Вообще удивительно простодушным человеком. Он брал и рассказывал отцу. Вот все, что снилось, брал и рассказывал. Второй сон. Видел, что это вызывает агрессию. Видел, что на него злятся. Мы сегодня очень хитрые люди. Ну, давайте не так. Не хитрые. Мы воспитанные люди. Почти одно и то же сегодня. А этот человек был, душа наизнанку. Прибежал. Па, опять снился сон. И ты, и мама, мне поклоняетесь. Такое наивное, наивное детское простодушие. И Богу оно нравится. Там ничего нет подлого. Там ничего нет лукавого. Он прибежал, и все вот так рассказывает. Братья что-то делали плохое. Он прибежал. Па, ты знаешь, что они сделали? И он точно так к ним пошел. Братья мои. Куда они воспитанные? Вот идиот. Сновидец. Вы знаете, Бог все это видел. Чистая душа. Чистая душа. Такая чистая душа. Ты же себе вред делаешь. Зачем ты рассказываешь второй раз сон? Зачем ты злишь? А он чистая душа. И он, я верю, поверил. Этот человек поверил Богу. Эти сны, которые ему снились, он серьезно ходил перед Богом. Серьезно. Все обстоятельства были против него. Обо многом говорит этот случай с женщиной, с женой Патифара, когда он сказал, я боюсь Бога. Я боюсь Бога. Вот мои мозоли, я полы здесь мою. Так, какой Бог, Иосиф? Какой Бог? Ты уже десяток лет здесь торчишь. Ты продан зверски, бессовестно, родственниками. Где тот Бог? Нет, я боюсь Бога. Это свидетельство о том, что он ходил перед Богом. Бог вразумлял его. Он мог объяснять сны этим людям. Этот человек ходил перед Богом. И, вы знаете, Бог в один день заметил, что все достаточно. Смотри, он готов на царство. Он царь. Он в самых сложных обстоятельствах жизни не ломается. Он не ноет. Он действительно свободный человек. Если бы в Иосифе крылось горечь на братьев, у него просто возможностей не было бы из сокровищницы свое сердце вынести зло и месть. У него не было, его закрыли. Хоть ты грози эту арматуру. У тебя нет возможностей. Некоторые смиренные такие люди в жизни, потому что у них возможностей нет. Там внутри такой лев сидит. Просто возможностей нет. А Бог видел, что этого человека что открой? Что поставь вторым по фараону? He is free. Он свободен. Он также любит людей. Он не засадит этого Патифара, его жену. Он не будет искать своих братьев. Потому что, если бы так было, то весь бы огромный план Бога провалился. План-то был в чем? Спасти через Иосифа родство Иакова. План-то Божий для нашей жизни какой? Пользу принести людям, обществу. Но если внутри гниль, как же Бог даст нам возможности? Как сделать человека царем? Он столько зла и вреда вынесет изнутри себя. Но Бог увидел. Иосиф чистая душа. Чистая душа. В один день он пришел. Вы знаете, насколько у него чистая душа была? Когда он объяснил, сны фараону, фараон испугался. Никто Иосифа не спрашивал, так, ну а что же теперь делать? Его пригласили сон истолковать. Этот человек настолько чистый, простодушный. Говорит, знаешь что, фараон, ты вот так сделай. Дает ему совет, рассказывает ему все. И вот здесь, вот эта чистая душа, фараон купился на это. Бог меняет его мысли. И здесь, в 104-м псалме, очень сильно написано, здесь написано так, 17-го стиха, послал пред ними, это Бог конкретно послал Иосифа перед Иаковом и его родством, послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе. То есть, до того момента, до той минуты, до того дня, до той секунды, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало Иосифа. А дальше? А дальше то, что и стоило ожидать. А дальше самые обычные, внешне видимые результаты. Абсолютно все нормально, закономерно происходит. Ничего удивительного нет. Бог добился основных результатов в человеке. Если бы этот человек сразу купился на то, что все мне будут поклоняться, я особенный вообще в вашей семье. Бог меня призвал, а вы здесь никто. Этот человек вообще ничего не понял. Да, Бог ему дал обетование. Удивительно, и нам дало обетование. И я знаю, что во время молитвы, во время общения с Богом, вы многие имеете удивительные обетования. Но многие из нас так и не получают этих обетований, потому что мы не согласны меняться на пути к этим обетованиям. Мы хотим конфету, а лекарства не хотим. Я вам свидетельствую правду, братья и сестры. Правду. Съешьте эту правду. Она будет горькой в ваших устах, но она будет сладкой в вашей жизни. Съешьте эту правду. Сберегите это слово. Доколе исполнилось слово Господин Диосифом, послал царь, все обстоятельства решаются в полчаса. Послал царь, разрешил его, то есть освободил. Владетель народа послал за ним, освободил его. Это не все. Иосиф, спасибо тебе огромное, вот тебе мешок серебра, можешь идти на все четыре стороны. Ну, Бог не для этого над ним трудился. Не для этого. поставил его господином над домом своим. И это не царь ставил. И это не царь ставил. Не надо давать должное большим людям. Я в прошлый раз уже вам говорил. Люди все одинаковые, в роддоме рождаются, и всех одинаково в гроб ложат. Ничего особенного нет, кто какие погоны носит. Фараон, не фараон, это никого не интересно. Бог это все делал. Поставил его господином над домом своим, правителем над всем владением своим. Это не все. Это не все. Бог знал, что в сердце Иосифа много сокровища, много разумных мыслей, познания о Боге. Чтобы он, то есть Иосиф, наставлял вельмож фараона по своей душе. И старейшин его учил мудрости. Этот молодой человек его помыли, побрызгали дезодорантом, после тюрьмы одели цепь. И вся эта знать, свита, элита, вся фараону сидела перед ним и слушала этого человека. И он учил их, как власть имеющий. Почему? Потому что он не книжек начитался. Он выносил из сокровищницы сердца своего что? То ровно, что я вам сейчас говорю. Он говорил, люди, научитесь открывать источники в Боге. Вы сегодня возле царя, а завтра окажись в моих обстоятельствах. Вы петлю будете искать. Вы же петлю будете искать. Вы же не научились независимо от обстоятельств жить Богом. Обстоятельства меняют ваше настроение. А я научился жить Богом. Независимо от обстоятельств. Это то, чему Иосиф учил людей. Я хочу, друзья, очень хочу с вами молиться. Очень хочу. Иисус рассказывал вот эту притчу о вдове. Знаете, мы так часто похожи. Дайте мне несколько минут, и мы будем молиться. Вдова, одинокая, бедная, нет денег. Она бегает из кабинета в кабинет, стучит, просит помощи, а помощи нет. И Христос делает этот вывод. Христос делает вывод. Он говорит, ты вопиешь день и ночь. Ты вопиешь, стучишь к людям. Ты думаешь, чтобы поменялись обстоятельства, чтобы твоих детей не забрали. Вы помните эту историю? 18 глава Луки. Можете прочитать это. И тебе надо, тебе, женщина, тебе, вдова, надо твое. Тебе нужен результат любой ценой. Любой ценой. Мне надо результат. Пришел рабовладелец, мой муж умер, у меня нет возможности отдать деньги ему. Он заберет моих детей. У меня горе. У меня горе. Я пойду на все. Мне нужен результат. В чем результат твоя женщина заключается? Помогите мне, чтобы моих детей не забрали. Я на все пойду. И женщины на все идут сегодня. И Бог же слышит это все. Слышит. Бог же не глухой. Бог слышит. А почему медлит? Почему Библия говорит медлит? Он медлит. Хотя, сказываю вам, поддаст им защиту вскоре. Почему медлит? Потому что Бог преследует свое. Бог преследует воспитать тебе веру. Веру. Веру во что? Веру в то, что Бог сильнее этого взаимодавца. Бог сильнее этого судьи. Бог сильнее всех. Тебе надо воспитать эту веру. Даже если у тебя сыновей заберут, даже если все будет плохо окончено, я все равно сильнее этих людей. Даже если ты умрешь от рака, я все равно сильнее рака. Вот что надо воспитать. Женщине надо результат видимый, а Богу надо результат духовный.